Всем привет, на связи Мабул и в сегодняшнем видео мы с вами поговорим о том, как понять, что вы хотите стать программистом. Ну, в данном контексте мы будем говорить про мобильную разработку, про андроид-разработку, но как понять, что это ваше. Есть очень классный прием, как это понять, но тут нужно понимать, как вы будете двигаться далее. Вы будете либо создавать свои продукты, либо работать в компании и двигаться по карьере, либо вы будете заниматься заказной разработкой, работой на себя. В зависимости от того, по какому пути вы пойдете, этот подход будет меняться, подход по определению, ваше это или не ваше. Есть очень четкий способ, как это можно понять на начальных этапах. Итак, если интересно, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать андроид-разработчиком и сделать это оперативно, качественно, на современных технологиях, вы уже устали изучать статьи, видео в интернете, не видя при этом существенного успеха, вы не понимаете, как правильно изучать андроид-разработку, вы уже устали отбирать актуальный материал по андроид-разработке, при этом не понимая, что применять, а что уже нет, вы хотите получить стабильную и высокооплачиваемую работу, или, например, вы хотите построить собственный бизнес по заказной разработке, или создавать собственные стартапы в сфере мобильной разработки, вы хотите пройти качественное обучение в личном формате с безлимитным количеством консультаций, или вы хотите, чтобы вас провели от уровня «ничего не понимаю» до собеседования или выхода на рынок мобильной разработки, а также дали советы и рекомендации по старту карьеры, то тогда записывайтесь на обучение по профессии андроид-разработчик. Ссылка на сайт, где вы сможете более подробно узнать об обучении, а также связаться со мной, есть в описании к этому видео. Также под видео есть ссылки для связи со мной напрямую. До встречи на обучении. Смотрите, первый вариант. Если вы хотите создавать свои проекты, тут все очень просто. Вам нужно просто сесть и попробовать написать какое-нибудь простое мобильное приложение, допустим, какой-нибудь список. Что-то вообще простое, может даже пусть оно будет без логики. Просто сделать визуальный интерфейс и при нажатии кнопки, чтобы что-то происходило. Самое простое. Если вам это будет нравиться, сам процесс, тут очень важно, нравится ли вам сам процесс. Если вам сам процесс создания чего-то с нуля, своего продукта вам понравится, то это ваше и вам стоит заниматься созданием своих проектов. По поводу заказной разработки. Тут нужно понимать вам. В принципе, вы это поймете только когда будете по факту заниматься разработкой на заказ. Но вы можете на начальных этапах просто сесть и создать свое какое-нибудь простое приложение, как свое мобильное приложение. И потом сесть и подумать, а вам нравится делать что-то свое, то есть какую-то восполнять такую свою идею, реализовывать свою идею. Или вам нравится, в принципе, работать на кого-то, но оказывая полный спектр услуг. То есть вам нужно сесть и понять, вы хотите реализовывать чужие идеи и на этом зарабатывать просто. Причем зарабатывать таким образом, что у вас не будет постоянного стабильного заработка. У вас будет то много заказов, то может быть долгий месяц и не быть ни одного заказа. То есть вы готовы в таком рискованном ритме жить? Или все-таки стоит пойти все-таки трудоустроиться? Это очень важно. Тут нужно еще понимать, готовы ли вы общаться с не очень психически здоровыми людьми. Я имею в виду сейчас клиентов, потому что любой, кто работал либо на фрилансе, либо на заказной разработке, любой тот, кто реально работал хотя бы год, тот знает, что 80% людей, которые будут к вам приходить с такой заказной разработкой на пространстве СНГ, будут не совсем психически адекватными людьми. И у вас довольно-таки будут очень часто очень странные заказы, которые для любого более-менее меняемого человека, который разбирается в IT, будут очень странные. Я вас уверяю, вы большую часть заказа будете отфутболивать. У нас такой рынок очень. Я считаю, что в плане заказной разработки для мобильных приложений это не очень интересная история. Намного интереснее либо работать на компанию, иметь стабильный заработок, либо создавать свои продукты, свои приложения. Это самое классное направление. Разработка на заказ, именно на мобильных приложениях, тем более еще на территории СНГ, это, ну, в русскоязычных странах, это очень неблагодарный труд. И я вам не советую туда вообще идти. Итак, и остается третье направление, которое является самым таким противоречивым. Потому что оно очень сложно. И я вам сейчас объясню. Смотрите, многие делают ошибку, когда пробуют что-то поразрабатывать, какое-то мобильное приложение, им это нравится, я классный продукт сделал, прям интересно, все работает, классно. И приходят на работу, а там они делают совершенно другое. То есть проверка того, стоит ли вам этими заниматься, если вы хотите трудоустроиться, исходить из того, что вам нравится разрабатывать какие-то продукты, мобильные приложения, что у вас все работает, такой сервис делаете. Вот поэтому нельзя понять, нравится, будет ли вам, ваша ли, и будет ли вам нравится работать Android-разработчиком на компанию. Ведь придя на компанию, вы в 90% случаях не будете создавать весь продукт с нуля. В 90% случаях вы придете, будете работать с чужим ранее написанным кодом, а очень часто очень давно написанным кодом, и кроме кода вы ничего не будете видеть. Никакой творческой подоплеки, ничего творческого для развития, ни реализацию своих идей вы не будете видеть. Вам будет дана конкретная задача, а первый год это будет, скорее всего, перекрасить кнопку или куда-нибудь ее двинуть. А далее просто у вас будет блок кода на Kotlin, а бывает очень часто и на Java, который вам нужно будет исправить либо баг, либо реализовать так, вам скажут, вот он этот код, вот этот класс за это отвечает. Но вот это работает не так, как нужно клиенту, нам нужно, чтобы вот здесь немножко поменять функционал. И вам нужно взять 2 класса, 3 класса, иногда 10, иногда 100 классов, и посидеть, и сначала первое время просто вникать в код, и думать, где то место, которое вам нужно поправить, чтобы функционал этот заработал. А после того, когда этот функционал, а после того, как вы найдете это место, что вам нужно поправить, вам нужно подумать еще раз, а что вы должны сделать, чтобы этот функционал по-другому начал работать и прописать свой код, либо что-то исправить в действующем коде. То есть, работая на компанию, в данном случае Android-разработчиком, вам нужно будет редактировать действующий код, либо дописывать к нему что-либо. Очень редкая ситуация, когда нужно писать что-то новое. И здесь, когда мы говорим про работу, про трудоустройство, про работу на компанию в качестве программиста, а в данном случае в качестве Android-разработчика, нужно не исходить ни с того, нравится ли вам разрабатывать мобильные приложения или нет, а исходить из того, нравится ли вам копаться в огромной тоне кода, нравится вам ли выискивать нужные места в коде, нравится ли вам напрягать мозги и думать, как в этом коде изменить. По факту это будет код, написанный на Котлине, иногда код, написанный на Джаве. Никакого визуала, ничего такого не будет. Вот перед вами будет тона кода, в котором нужно разобраться и понять, что нужно здесь сделать. То есть, как нам определиться, чем заниматься? Смотрите, если вам нравится создавать какие-то продукты, какие-то сервисы, что-то творческое подоплека вот этого программирования под мобильную разработку, в данном случае под Android, то однозначно вам это будет нравиться, если вы будете разрабатывать свои продукты. Иначе, если вы пойдете работать с таким основанием в компанию, для вас ваша работа станет очень быстро, станет очень быстро рутиной и очень скучным занятием. И вы просто выгорите и уйдете. Поэтому на первых этапах лучше сразу понять, нравится вам это сделать или нет. Если вам нравится создавать конкретные сервисы, то однозначно ваша дорога только в разработку своих продуктов. Возможно, вам нужно остаться на действующей работе и просто Android-разработку сделать своим увлечением. Либо, если вам все-таки нравится копаться в коде, вот в этом глубоко погружаться, разбираться, вот если для вас это не нудятина, если для вас это очень увлекательная история, то тогда, конечно, вам однозначно стоит идти в компанию и работать на позиции Android-разработчика. Потому что это работа. Это не хобби в данном случае, это работа. А работа не всегда бывает очень увлекательной. Да, я понимаю, что сейчас в интернете очень много такой позиции, что это классно, интересно, айтишечка, идите, работайте. Но по факту вы должны понимать, что идя на работу в компанию, вы будете заниматься для большего количества людей очень нудной работой. И вы будете копаться в коде. Просто копаться. Вы не будете создавать ничего нового, чего-то особенного. Вы будете просто копаться, вы реализуете какую-то фичу. Ну, а работать и на заказах я не советую, потому что угробите свое здоровье. Ну, здоровье вы, кстати, в компании угробите, потому что вы хотите... А, еще в работе в компании вам нужно понять, вы хотите вот таким быть скрюченным человеком, с упавшим зрением, с кривой осанкой, работая все время за компьютером, еще с психическими расстройствами. Ну, для того, чтобы это не случилось, нужно заранее принимать некие мероприятия и действия. А в любой не будет эти применять действия, пока с этим не столкнется. Вот и результат, что у всяких врачей, типа неврологов и кардиологов, подавляющая часть людей, пациентов, это люди из IT. Тут нужно заниматься, конечно, своим здоровьем и не пересиживать долго за компьютером. Но, как вы понимаете, работа на компанию, вы это не сможете контролировать. Поэтому здесь я вам говорю то, что вам не скажет ни на другой площадке, которая продает свои курсы. Да, у меня тоже есть свой курс, но я вам готов сразу сказать правду, что если вам не нравится копаться в чужом коде, заниматься, который для многих нудной работой, если вы видите чужой код и сидите, смотрите с него, и вас от него тошнит, то вам однозначно нельзя заниматься Android разработкой, как по карьере, то есть работать на чужого дядю, на компанию. Но если вам нравится создавать свои продукты, кстати говоря, чтобы создавать свои продукты, вам не так уж и многое знание нужно в Android разработке, и довольно-таки поверхностные они нужны. И, ну, когда все больше сложнее будете приложения делать, там все больше будете углубляться. И тут очень проще начать. Ну, то есть, если вам нравится, будет нравиться, если вам нравится создавать свои продукты, то тогда вы можете реально заниматься созданием своих приложений, зарабатывать на этом. Очень хорошо, иская, либо создавая какие-то продукты, в которых часть функционала, которые будут доступны по подписке, напрямую подключать подписку, не через Google Play. Либо собирать какую-то конкретную аудиторию, и тогда уже на эту аудиторию привлекать напрямую рекламодателя и брать за такую аудиторию много очень денег. То есть, тут есть особенные схемы. Но тут у вас должна быть жилка предпринимателя. То есть, это тоже мало кому дано. Тут нужно разобраться. Итак, как же разобраться, стоит ли вам становиться Android разработчиком в данном случае? Вам нужно понять, что вам ближе, какое направление? Понять это можно следующим образом. Нужно для себя утвердить, вам нравится создавать какие-то продукты с нуля, или вам нравится просто копаться в коде, и вы хотите стабильности. Если хотите копаться в коде, и хотите стабильности, то идите именно по карьерной лестнице в Android разработку, работая на компанию. Если вам нравится создавать свои продукты, и вы готовы быть бизнесменом, заниматься своей предпринимательской деятельностью в плане разработки мобильных приложений, то тогда однозначно ваш путь и лежит в создании своих продуктов. И таких людей я очень сильно на самом деле уважаю, потому что они, как правило, самые интересные собеседники всегда. Потому что всегда интересно общаться с человеком, который создает что-то свое, а не просто ходят на работу. А эти люди очень интересные собеседники. Ну а на сегодня у меня все. Давно была идея записать такое видео, потому что к этому рассуждению я пришел за давно уже. Ну как, возможно, я осознал недавно. Но это построено на моем более чем 10-летнем опытом работы программистом. Причем я работал только Android разработчиком. Я Android разработчиком работал и на Kotlin, и на Java. До этого я работал в веб-разработке. И везде плюс-минус одна и та же ситуация. Что, идя в компанию, вы будете исключительно погружаться в код и что-то фиксить, либо какие-то баги, либо какой-то функционал дописывать действующему. Ну все это приходит к тому, что вы должны просто глубоко копаться в коде. А никакой творческой основы там в принципе нет. Ну а на сегодня у меня все. Всем до встречи. Всем пока.